Сегодня спасатели провели рейд на Днестре. Проверяли, есть ли жилеты и документы у тех, кто на лодках. Такие рейды проводят постоянно с начала апреля до ноября. Яна Раховская оказалась в одной лодке со спасателями. Купальный сезон закончился, но работы у спасателей хоть отбавляй. Сегодня по расписанию рейд по Днестру. Транспорт у спасателей серьезный катер и гидроцикл. Ну что, погнали проверять. Саш, ты что выбираешь? Поняла, тогда я на гидроцикл. По комфорту десяточка. Как часто такие рейды и что проверяете? Ну, порядка один-два раза в неделю. Что проверяем? Зарегистрированы ли маломерные суда в установленном законном порядке? Имеются ли спассредства у судовладельцев? Набиты ли номера, которые им были присвоены, регистрационные номера? Самое главное – это безопасность на воде. Не прошло и 15 минут, как на горизонте появился первый рыбак на лодке. Подплываем ближе, требуем документы. Все есть. То есть, не нарушитель? Ну, так скажем, что касается удостоверения на право управления и пройденного техосмотра, да. Но что касается вот спас-жилета, будьте добры, ваш спас-жилет. Забыл. Забыли. Юрий Валерьевич, будьте добры. Давайте пройдем, так скажем, на берег для составления админпротокола. На первый раз Юрий отделался предупреждением. Но если на Днестре его в романтике, так называется лодка, заметят снова без жилета, придется заплатить штраф 184 рубля. Вы как часто вот на своей лодке вообще передвигаетесь по Днестру и что, рыбачите или так для настроения? Пейзажами любуетесь? Ну, я в основном с берега рыбачу. С лодки и так только доехать. Как? Клев есть сегодня, рыбка? Ну, так чуть-чуть. Льет? Бывает, клюет, бывает. Проскакивает чуть-чуть. Ну, вы согласны, судя по вашему спокойному такому? Закон есть закон. На берегу замечаем еще одного рыбака. Правда, его лодка на берегу. Какой грузоподъемности лодка? Лодка 220 килограмм грузоподъемности. 220. То есть в данном случае человек, законодатель, не обязывает его регистрировать лодку. Надувные и грибные регистрируются от 225 килограмм. Все, что ниже грузоподъемностью, человек хочет, может зарегистрировать. Нет, значит, законодатель не вправе его обязывать. Но в данном случае человеку необходимо только на воде иметь спас-жилет. Ну, так как человека мы застали на берегу, тем самым мы опять-таки не вправе составить на него админпротокол. Это вот сегодня у нас такие спокойные, осознанные нарушители. Витя, у меня такой вопрос. Приходилось участвовать в погоне или вот дело иметь с агрессивными? Да, действительно, был такой довольно-таки даже курьезный случай. В 2020 году в Григорьевском районе мы с Григорием, патрулируя реку ночью, зашли в одну из заводей. И шли на малом ходу, то есть кромешная тьма, тишина. Не ожидали никого увидеть, тем более услышать рядышком. И тут буквально в считанных метрах от нас заводится на передаче лодка. Советский мотор, вихрь. Ну, вы даже не представляете, какой стоял грохот, какой ужасающий звук. Запустили свой двигатель и догнали правонарушителей. Штраф был, мне кажется, очень серьезный. Штраф был колоссальный. С какого месяца начинаете и когда заканчиваете эти рейды? С начала навигации и окончанием навигации. То есть это начиная с апреля месяца. Ну и вот, допустим, сегодня, я думаю, это один из последних рейдов, так как до холодов. Ну что, за два часа нашего рейда мы нашли всего-навсего одного нарушителя. Инспекторы речного транспорта нам объясняют, что сейчас не сезон, а вот летом на выходных могли поймать больше десяти нарушителей. Представляете? Яна Раховская, Александр Зелинский, ТСВ. Субтитры создавал DimaTorzok